Проверки в школах на предмет безопасности проводятся регулярно. В году минувшем, после очередной трагедии со стрельбой, речь вновь зашла о том, чтобы школы охраняли специально обученные люди, а не бабушки и дедушки. Теперь образовательные заведения под присмотром частных охранных предприятий. Их работу оплачивают из бюджета города. Вместе с тем, есть еще некоторые моменты бдительности. Было проведено экстренное совещание, совет директоров города, где мы определили, что нужно, во-первых, провести самопроверку, еще раз проинструктировать всех ответственных лиц, ну и комитетом по образованию, ну я думаю, что и силовыми ведомствами будут производиться такие проверки, потому что безопасность детей – это самое главное. Предстоит проверить не только все необходимые документы, но и то, как реагирует охрана на появление в школах посторонних людей. Конечно, все действия, которые должны люди выполнять, в том числе Росгвардия, они должны в норматив укладываться и так далее. И это мы тоже тренируем, то есть при нажатии кнопки, чтобы люди вооруженные приехали в случае какой-то угрозы. Ну, скажем так, бдительность на сегодняшний день – это самое главное, что должно быть в каждой школе. Руководитель городского комитета по образованию напомнил, что на сегодняшний день все школы Барнаула оборудованы всем необходимым для обеспечения безопасности учащихся. Везде есть тревожные кнопки, рамки металлодетекторов, видеонаблюдения. Но многие эксперты настаивают, если в стране не примут мер в отношении оборота оружия и не наведут порядок с психически нездоровыми людьми, решить вопрос безопасности кардинально вряд ли получится. Татьяна Голубева, День с Толком. Татьяна Голубева, День с Толком.